Будни Татьяны Холодович, талантливой спортсменкой, метательницы копья, победительницы многочисленных стартов европейского и международного уровня, по-настоящему насыщенные. Еще бы, обладательница национального рекорда Беларуси, лидирующих позиций сдавать не спешит. Даже в праздники Татьяна на тренировке. Сегодня по расписанию работа в зале тяжелой атлетики. В своем графике она едва ли нашла время, чтобы встретиться с нами. Однако с удовольствием рассказала о главных достижениях, о том, кому она посвящает свои победы и кто определил ее жизнь, назвав Таней. Мне кажется, это золото чемпионата Европы. Для меня это очень эмоционально, очень радостно. Когда возвращаешься по соревнованию, ты полностью выложился, ты чувствуешь себя удовлетворенным. Я считаю, это самое высшее сейчас достижение у меня. Папа. У меня бабушка тоже Таня. И папа сказал, будет Таня, значит Таня. И все. Тут уже не поспоришь. А вот наша следующая героиня в буквальном смысле живет в мире Татьян, рассказывая о них своим студентам. Татьяна Синькевич – декан филологического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина. Она заведует кафедрой теории и истории русской литературы. Татьяна из Набоковского дара. Татьяна Ларина из пушкинского Онегина. Татьяна Пруткова из произведения Достоевского «Подросток». О них и не только Татьяна Васильевна рассказывает на своих лекциях. Работу педагога она удачно совмещает с руководящим постом. И считает, живые реальные персонажи более интересные и неоднозначные. Я стараюсь себя никоим образом не соотносить, не сравнивать с литературными героинями, потому что в жизни гораздо больше ярких, интересных людей, индивидуальностей, которым не хочется подражать в чем-то, на которых хочется быть похожими. И не всегда эти люди носят имя Татьяна. Имя Татьяна имеет сабино-латинское происхождение и дословно переводится как «устроительница». Именно устроительницей на протяжении многих лет своей жизни является главный врач детской городской поликлиники номер один Татьяна Авдейчук. Исколесив за супругом военнослужащим практически полмира, ей не раз приходилось все начинать с нуля, вновь создавать очаг тепла. Это касается и обновленного здания поликлиники, которое сегодня пациенты с любовью называют кораблем. А сама Татьяна Федоровна называет его своим детищем. И уверена, в этой жизни ничего не происходит случайно. Ровно 15 лет назад я переступила порог первой детской поликлиники. Меня назначили на должность. Я вот встала в 2002 году, 25 января, на Татьянин день, главным врачом этого учреждения. И вот пришлось, вот уже 15 лет я устраиваю жизнь, быт, ну, общее руководство этим учреждением. Это очень ответственно. Ну, сегодня, наверное, может оценить мой труд, мой коллектив, город, наши пациенты. Что получилось за эти 15 лет? Татьяны, устроительницы, главного врача этого учреждения. Три разных женщины, три совершенно противоположных вида деятельности и общее. Три Татьяны. Как гармонично они вливаются в профессию, в коллектив. Как искренне они верят в свое дело и знают, что все это не зря. Они устраивают быт, они формируют лицо системы образования, здравоохранения, спорта. Они Татьяны с непростой, но очень счастливой судьбой. Продолжение следует... Продолжение следует...